Приветствую, народ! Ну что, наш проект потихоньку возвращается в строй. И мы планируем выпускать новости каждый вторник и каждую субботу. Так же, как это было до войны. Кроме этого, мы будем разбавлять всю эту историю обзорами. Недавно был выпуск на втором канале. Кроме этого, я сейчас готовлю большой обзор смартфона Galaxy S22. Тот, который маленький. В общем, стараемся не унывать. И тем не менее, о волонтерстве мы забывать точно не собираемся. Так как людей, которые действительно нуждаются в помощи, огромное количество по всей нашей стране. И вся эта тема будет актуальна вплоть до окончания войны. И, кстати, держите отчет за первые 50 тысяч. Субтитры создавал DimaTorzok Надеюсь, эти медикаменты хоть как-то помогут тем людям, которые сейчас находятся на оккупированных территориях. Они не могут просто пойти и купить их в аптеку, потому что лекарств в аптеках нет. Но я напоминаю, что прямо сейчас мы собираем средства для второй партии. Все реквизиты будут в описании. Там и карта монобанка, и карта привата. В общем, выберите любой удобный для вас вариант. С прошлого ролика мы собрали около 12 тысяч гривен. Я рассчитаю, что минимальный порог вхождения для того, чтобы наша помощь имела хотя бы какой-то вес, это 50 тысяч гривен. Друзья, я в вас верю. Вместе мы точно справимся. Также, если у вас есть желание отдельно поддержать наш проект, все необходимые реквизиты снова будут в описании. Там есть и карта монобанка, и все возможные криптокошельки, и счет PayPal. И там же вы можете оформить подписку на Patreon. Если же, допустим, у вас нет денег, но вы хотите поддержать нас, можете установить VPN и смотреть наши ролики выборов в страну США. Таким образом, мы будем получать хоть какие-то деньги с монетизацией нашего контента. Так, вступление, все. Теперь переходим к новостям. Тем более, что за последнее время произошло много всего интересного. И я отобрал для вас исключительно топ-контент. Начинаем с разогрева. Американский стартап MojoVision представил рабочий прототип умной контактной линзы, которая по беспроводу подключается к смартфону и обновляет данные почти без задержки. В перспективе, такие линзы могут стать заменой умным очкам. Осталось только решить вопрос с аккумуляторами. Забавно, что 5 лет назад мы фантазировали о таком гаджете с Максом из проекта Stupid Mad World. На тот момент нам казалось, что это технология будущего, которая застанут, ну, разве что наши дети. Прошло всего 5 лет, и единственной преградой на пути к серийному производству является несовершенство аккумуляторов. Кто бы мог подумать. Еще одну замечательную технологию будущего показала компания Hyundai. Это небольшой электросамолет с вертикальным взлетом и посадкой. Идеальный вариант для аэротакси прямо посреди города. В период с 2028 по 30 год Hyundai обещает выпустить сразу несколько моделей с запасом хода от 120 до 1000 километров. И, наконец, последнюю новость в нашем разогреве любезно подкинул Илон Маск, который сейчас откровенно стебет социальную сеть Twitter, даже несмотря на то, что недавно стал одним из ее крупнейших акционеров. На днях он публично предложил превратить штаб-квартиру Twitter в приюль для бездомных, заявив, что в офисе все равно никто не появляется. А после этого он устроил голосование. Стоит ли убрать из названия соцсети Twitter букву W? На выбор всего два варианта ответа. Да и конечно. Тем не менее, несмотря на весь абсурд и самодурство, Илон Маск все-таки смог сделать то, что до недавних пор казалось невыполнимой задачей. Теперь из всех существующих в мире соцсетей люди активнее всего обсуждают Twitter. Ну разве это не гениально? К сожалению, в этот раз новости компании Google напрямую связаны с политической ситуацией в России. Вот, например, премьер-министр РФ заявил, что в ближайшее время Google Play и App Store могут полностью перестать работать в России. И как же хорошо, что стараниями правительства уже к лету будет запущен российский аналог под названием «Наш Стор». Короче, Мишустин наконец-то все-таки нашел чем оправдать распиленный бюджет, выделенный на разработку еще одного нафиг никому не нужного магазина приложений для Android. К слову, для пользователей iPhone премьер-министр скромно умолчал. А вот YouTube-чик, кажется, доигрался. Мария Захарова заявила, что блокировка канала Дума ТВ это уже ни в какие ворота. Цитата. Данным шагом YouTube приговор себе подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы и побыстрее. Даже интересно, на какие российские платформы она предлагает переносить видео. Неужели Рутуб, где обработка одного ролика занимает целые сутки? В тот же день ситуацию прокомментировал и вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Пора признать, что YouTube это ресурс, ведущий откровенно прорывную и антироссийскую деятельность. Поэтому пора принять соответствующие меры. И желательно сделать это так, чтобы ни под каким VPN зайти нельзя было. По факту он предложил заблокировать в России не только YouTube, но и сразу все существующие VPN сервисы. Вот что бывает, когда у власти сидят некомпетентные старые колхозники. Походу Samsung знатно подгорает. Из-за того, что весь мир ругает их новые фирменные чипы. Для тех, кто не в курсе, Exynos 2200, который установлен в семейство Galaxy S22, в тяжелых сценариях справляется даже хуже, чем некоторые сапфлагманские решения от Qualcomm. Ну то есть это полный провал. Я сейчас готовлю обзор мелкого Galaxy S22. Так вот, он работает реально хуже, чем Realme за 350 долларов. Причем гораздо хуже. Так вот, президент Samsung Electronics заявил, что компания разрабатывает специальный оптимизированный чип, который не будет порочить доброе имя бренда. То есть в теории там не должно быть всех тех проблем, на которые сейчас жалуются пользователи. Честно, я даю должное корейцам за то, что они не сдаются и, так сказать, хотят иметь право голоса. Но не легче было плюнуть на все это дело и затариться чипами от Mediatek. А на своих полупроводниковых мощностях выполнять заказы для тех же там Qualcomm и Apple. Таким образом, они бы сохранили не только свои нервы, но и наши. Хотя, вы знаете, походу такой цели у них нет. Они думают только о своей жопе. И вот вам наглядный пример. Помните, как Apple перестала класть в комплект своим смартфоном блок питания? Первой, кто подхватил эту тему, стала компания Samsung. Хотя, перед этим жестко критиковала купертиновцев за такой поступок. Теперь же корейцы настолько вошли в кураж, что даже их ультрабюджетники продаются без блока питания. В частности, модели Galaxy A13. И это при стоимости 190 долларов и просто ужасных технических характеристиках. Ну и вы должны понимать. Одно дело, когда производители за счет отсутствия зарядника экономят там 5-10 долларов на флагмане стоимостью там штуку баксов. А другое дело, когда на бюджетнике стоимость которого в 5 раз дешевле. И такие смартфоны продаются в гораздо больших количествах. Думаю, что суммарная выручка за год таким образом увеличится в разы. И все это под эгидой заботы об экологии. Но судя по продажам, людей такой вариант устраивает. А при живом общении все кричат о качестве и небывалой поддержке от производителя. Кстати, на эту тему тоже есть материал. Источники утверждают, что компания уже готовит бета-версию One UI 5.0 на базе 13-го андроида. Выйти она должна в ближайшие несколько месяцев. Как мы видим, недавняя коллаба с Google дает свои плоды. Правда, вот пока ничего не известно, что нового покажут корейцы в следующей версии интерфейса. Можете написать свои пожелания в комментариях. Мы передадим в офис. Хотя, учитывая тот факт, что они не особо-то общаются между собой внутри огромной корпорации. Нас с вами они вряд ли послушают. Но, как говорится, попытка не пытка. На протяжении всего времени существования нашего проекта я вам не раз говорил, что компания OPPO это вам не какие-то там обычные псы с китайской подворотни. А элитные, так сказать. Понимая, что США в любой момент может перекрыть кислород поднебесный, они собрались производить собственные чипы. И по инсайдерской информации начнут они это делать со следующего года. Используя мощности TSMC. Сначала это будут решения для бюджетников. А уже в 2024 году OPPO планирует сделать что-то действительно стоящее. Ну и если у них это выйдет, даю вам 100%, что с популяризацией проблем точно не будет. Потому что у этого бренда есть кипа суббрендов, устройства которых продаются миллионными тиражами. Разумеется, речь идет о Realme и OnePlus. Давайте я вам покажу, каких монстров они готовят в ближайшее время. Больше всего внимание в сети приковано к модели OnePlus Ace. И судя по всему, Холген BBK решил запутать нас не слабее, чем это делает Xiaomi со своими Poco и Redmi. Давайте разбираться, откуда... На Беларусь готовилось нападение. Давайте разбираться, откуда ноги растут и что мы получим с вами на выходе. Только учтите, что это просто мои мысли вслух. Была серия смартфонов Oppo Ace для китайского рынка. Настоящий топ за свои деньги. После того, как бренд перестал скрывать свои отношения с OnePlus, многое изменилось. И, по всей видимости, серия Ace пошла по рукам. Но самое интересное, по логике вещей, данная модель является клоном Realme GT Neo 3. А на глобальном рынке его назовут OnePlus 10R. Это неофициальная информация, но я уверен почти на 100%, так как технические характеристики у них одинаковые. В итоге получается следующая картина. Надеюсь, я нигде не ошибся. То есть, в зависимости от рынка, модели будут получать разные названия. Коробки и логотипы на крышке тоже будут отличаться. Как-то так. В любом случае, это не отменяет того факта, что модель шикарная. Для тех, кто не в курсе, полные технические характеристики перед вашими глазами. На глобальном рынке 10R должны показать уже 28 апреля. А вместе с ним новые наушники и смартфон Nord C2 Lite 5G. Который, судя по всему, будет относиться к разряду неинтересных бюджетников с высоким прайсом. Поэтому не вижу смысла на нем останавливаться. Так, давайте вспомним, когда компания Xiaomi показала 11 серию Redmi. 28 октября прошлого года. Сколько времени прошло с того времени? Почти 6 месяцев. Знаете, что это означает? Что на подходе 12 серия Redmi. И если верить заявлениям гендиректора компании, Лу Вейбингу, эта серия должна быть максимально мощной. Ну, вот прям во всех смыслах. Вы же помните, да? Нам обещали одно поколение в году, сделанное из качественных материалов и так далее. В данном случае это 11 серия. И одно с упором на железо. 12 серия. Первопроходцем в этом плане был Redmi Note 10 Pro для китайского рынка, который потом был представлен на глобальном под названием Poco X3 GT. А вот он, красавец. Мы его восстановили после краш-теста, и он продолжает служить нам верой и правдой. Даже по сегодняшним меркам его железо хватает для всех повседневных задач, и не только. Можно даже рубиться в тяжелые игрушки на максимальных настройках. Топчик. Но, судя по последней информации в сети, Xiaomi уже приготовили ему замену. На днях в Китае были сертифицированы, предположительно, модели Redmi Note 12 Pro и Note 12 Pro Plus. В будущем для глобального рынка их выпустят под названиями Poco X4 GT и X4 GT Pro. Разумеется, по кодовому названию определить, какие именно чипы получат смартфоны, невозможно. Но информаторы склоняются к трех возможным вариантам. Недавно представленном Dimensity 1300 и менее вероятных Dimensity 8000 или 8100. И на самом деле, любой из них достаточно хорош, особенно учитывая предварительную стоимость до 300 долларов. Ну а что будет со всем остальным? Вспоминаю предыдущее поколение и заявление гендиректора. Уверен, что нас ждет полностью пластиковый корпус, посредственная камера. И в лучшем случае IPS-матрицу заменят на AMOLED с той же частотой 120 Гц. Ну и разумеется, о быстрой зарядке тоже никто не забудет. Уверен, что в топовой модификации нам предложат мощность 120 Вт. Собственно, как-то так. И я там могу где-то по мелочи ошибаться, но уверен, что вектор 100% правильный. И вроде бы все хорошо, кроме одного но. Если смотреть на историю Poco X3 GT, он так и не добрался до европейского рынка. Продавалась только индийская версия без 20-го бенда. Боюсь, что X4 GT ждет та же участь. Так это или нет, мы узнаем в ближайшие пару месяцев. Собственно, о Xiaomi мне сказать больше нечего. Там они еще показали какие-то новые рации. В общем, инфоповоды так себе. Поэтому переходим к дичи. А нет, друзья, впереди, чего вас ждет новая рубрика. Под названием «Россия против технологий». Это пилотный выпуск, и он же, скорее всего, будет последним. Освободители из России, в кавычках, которые недавно раскрыли свой потенциал в пригороде Киева, отступая в сторону Беларуси, воровали тупо все, что попадется под руку. Но особо ценными трофеями считается техника Apple. Правда, в той пещере, откуда повылазили все эти существа, ничего не знают о современных технологиях. Благодаря функции «Find my device» владелец украденных под Киевом Apple AirPods смог отследить передвижение своих наушников аж до самой Беларуси. Теперь это еще одно неоспоримое доказательство мародерства. Но на этом борьба России с технологическим прогрессом не заканчивается. Совместными усилиями дружного коллектива российских насильников, так называемая вторая армия мира, сумела добиться ухода из России компании Acer. Но и это еще не все. Недавно о своем уходе сообщила и Huawei, отказываясь не только поставлять новое оборудование, но даже обслуживать уже проданное. От безысходности в России сразу же вспомнили о компании Ericsson, но она тоже уже отказалась сотрудничать. Вернемся к Huawei. Ее мобильные сервисы для России теперь закрыты. Мало того, в магазине приложений AppGallery были удалены все российские банковские приложения, а также перестали работать карты мир. Получается, что теперь в России официально нет ни сервисов от Google, ни даже от Huawei. Все надежда только на серый импорт. Наверное, можно сказать, что российская власть все-таки победила технологический прогресс. А вот теперь настало время рубрики «Дичь». В этот раз я нашел для вас целых пять инфоповодов. К сожалению, они не смешные, но зато интересные. В Америке появился первый торговый автомат «Робобургер», который самостоятельно, без вмешательства людей, готовит свежие горячие бургеры. Аппарат проектировали целых четыре года. Он занимает один квадратный метр площади и может приготовить 50 бургеров, после чего должен приехать специалист и заправить его свежими продуктами. А прямо сейчас компания Premier Foods в промышленных масштабах искусственно выращивает мясо амурского тигра, леопарда, слона, черной пантеры, бенгальского тигра, белого льва и зебры. Для этого пришлось один раз взять крохотный образец мяса у реальных живых животных, чтобы потом наращивать клетки и теперь килограммами продавать это искусственное мясо мишленовским ресторанам. Вообще, сейчас искусственное мясо набирает популярность. Вот, например, Илон Маск заявляет, что его компания SpaceX собирается выращивать его прямо в космосе. В планах создания запнутой системы, способной бесперебойно обеспечивать продовольствием космонавтов. Это может сыграть важную роль в колонизации Марса. Тем временем, ученые изобрели специальный гаджет, который собирает информацию о физической активности рыб в аквариуме, а также некоторые данные об окружающей среде. Да это же первый в мире фитнес-трекер для рыб. Согласитесь, когда вы включали это видео, вряд ли рассчитывали услышать что-то подобное. И, наконец, последняя новость этого выпуска. 80-летняя стримерша под ником WoWGrandma78 отметила свой 8-й юбилей стримерским марафоном по World of Warcraft. Причем зрители сами продлевали стрим. На 3 минуты за каждую подписку и на минуту за донат. Итого, стрим продлился целых 2 недели. А когда бабуля спала, зрители просматривали ее семейные фото. Пожалуй, на этой милой ноте мы и завершим наш сегодняшний выпуск. Друзья, спасибо большое за просмотр. Спасибо за то, что вы с нами. Спасибо за то, что всячески поддерживаете. Напоминаю, реквизиты будут в описании. И да пребудет с вами Android. Разумеется, слава Украине. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok